Покой им только снится. Пионер-отряд Евгения Синцева уже с головой окунулся в спорт высших достижений. А потому и задачи ставятся соответствующие. Каждый год выпускать искусные кадры для подпитки МФК Тюмень. Оттого и сборы проходят в ежовых рукавицах. Отвлекаться на второстепенное времени нет. Телефоны игрокам выдают лишь после ужина, а в 11 вечера уже отбой и мобильные гаджеты вновь отправляются по коробкам. Место для подготовки, самобытная база в поселке Утяшево, также выбрано не случайно. Очень хорошие условия для тренировочного процесса, чтобы команда здесь платилась, объединилась. То есть здесь условия, они, может быть, не такие комфортные, как нам предлагали сначала в арене поселиться. Но это не для нас. Мы должны пройти тест на выживание. Поэтому здесь все условия для этого есть. Вот поле, ангар у нас есть, бассейн есть. Один из многочисленных новобаранцев-дублеров, Валерий Козлов, вынужден завершить тренировку досрочно. Виной тому камень, который затаился в песочном покрытии и нанес порез игроку. Впрочем, такие мелочи парню не страшны. На протяжении нескольких лет он практически ежедневно посещал тренировки в Тюмени, будучи жителем Елутеровска. «Были такие моменты, что приходилось прям без перекусов даже порой и со школы просто собираться сразу с вещами. И сюда в Тюмень на тренировки с таким энтузиазмом, веселым настроением. Обратно уже само собой такой вымотаный едешь, как бы, ну, и понимаешь, что еще уроки сейчас сидеть писать, как бы, и не высыпался так более-менее. Вот, и так вот четыре года получается. Ну, как оказалось, сегодня зря это было». «Кто тебя возил?» «Спасибо ему за это огромное. Вот если бы не его, конечно, вот эти вот поездки со мной, не знаю, вообще сложилось бы так все это или нет». Еще более дальний маршрут проделал Семен Тарасенко. Что там другой город? Ради осуществления мечты, игры на высшем уровне, парень прибыл из Казахстана. Не обошлось без наставлений нападающего МФК «Тюмень» Данила Карпюка. «Я приехал из Казахстана, город Трудный, Кустанайская область. Вот в Тюмень приехал я вообще в середине июля. Меня Евгений Николаевич посмотрел, сказал, все, молодец, прошел. Вот приезжаю на сборы с 19-го числа. Ну, я слежу за Россией и видел в сообществах, что набирается в МФК «Тюмень» дубль, просмотр. Также с основной командой в Казахстан к нам приезжал Данил Карпюк. Он мне тоже посоветовал, езжай. И я вот поехал, меня взяли». Во вратарском цехе под пристальным взором Артура Цибы работает пять голкиперов. Здесь тоже есть свои легионеры. Ильдар Гараев еще совсем недавно защищал цвета команд из Ижевска. «В Ижевске после окончания сезона, любительской лиги, мой тренер сказал, что есть такая возможность, можно съездить в Тюмень и, если что, попасть в команду. Я так-то не очень верил, конечно, но попытался и получилось, меня взяли». «Вообще не страшно было одному уезжать из Ижевска, в общем-то, в другой город?» «Да нет, шансом надо пользоваться. Если бояться, то ничего не получится». Впереди отсев. С кем-то из игроков придется проститься. Возможно, на время, а может, насовсем. Ну а пока же все равны. Даже Евгений Осенцев, засучив рукава, не страшится запачкать руки. «С мячом отжимаемся, встали, выпрыгнули, положили, сразу ложим и сразу дальше поехали». Наличие большой группы иногородних футболистов – результат объявления, который клуб дал в своих соцсетях. В нем на просмотры приглашались все желающие. Нестандартный эксперимент уже принес первые плоды. «Звонило намного больше людей, чем приехало. Но, видимо, все равно сейчас нестабильная ситуация. И финансово очень дорогостояще получается ездить куда-то на сборы, на селекционные самим. Но, в принципе, как бы очень много людей, около 50 человек мы просмотрели. То есть оставили 22 человека. Поэтому сейчас вот работают на сборах 22 человека. И я думаю, что она оправдана, потому что многие ребята хотят, но не знают, куда пойти, куда себя пристроить». Самым молодым в рядах дублеров является Егор Скоробогатов. Парень 2005 года рождения – воспитанник местной школы. Его появление в команде не аванс. Несмотря на возраст, он уже в грядущем сезоне планирует застолбить за собой место в составе. «Самое главное – это верить в себя. То есть, если ты веришь в себя, то у тебя все получится, и ты добьешься каких-то своих поставленных целей. А если приходить сюда и думать, ну, получу какой-то опыт и потом буду где-то еще, ну, я не знаю, зачем тогда сюда приходить». Тренировки Вытяшева продлятся до 31 августа. Затем футболистам будет предоставлено несколько дней отдыха для улаживания учебного процесса. А уже с 4 сентября игроки приступят к работе с мячом в спорткомплексе «Партиком». Субтитры создавал DimaTorzok